В городе Хабаровске прошел 10-й дальневосточный региональный конкурс балетмейстеров-постановщиков. Амурский муниципальный район был представлен образцовым ансамблем классического танца «Золушка» Детская школа искусств. Считается, что фестивали-конкурсы – это порождение 20-го столетия, но доподлинно известно, что 500 лет до н.э. существовали так называемые дельфийские или пифийские игры, где исполнители разных видов искусства спорили за право считаться лучшими. Один из первых всесоюзных конкурсов народного танца самодеятельных коллективов состоялся в 30-х годах XX века. Основной его целью было выявление талантливых исполнителей и балетмейстеров. Фестивально-конкурсная атмосфера является той открытой средой, находясь в которой хореограф может выбирать собственную траекторию развития, определять содержание, формы, варианты становления своего профессионализма. На 10-м Дальневосточном региональном конкурсе балетмейстеров-постановщиков жюри конкурса акцентировало развитие творческого потенциала хореографа. Отдельно рассматривали педагогические аспекты, оказывающие влияние на формирование учебно-творческого процесса, на раскрытие темы в хореографическом произведении, духовное содержание, стилистику и технику исполнения номеров. Два дня на сцене Хабаровского краевого дворца культуры профсоюзов жюри оценивало работы балетмейстеров. Волновались конкурсанты, волновались юные танцоры. Позади были многочасовые репетиции и совместный упорный труд. Теперь количество баллов, а значит и победа в конкурсе любимого руководителя, зависело от выступления коллектива. Председатель жюри, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, доцент кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Танца Россияночка» город Санкт-Петербург Александр Носихин. В ходе подведения итогов конкурса высоко оценил уровень балетмейстерского мастерства преподавателей отделения хореографии детской школы искусств Амурского района Галины Филипповой и Инны Филипповой. Обе работы были удостоены дипломов лауреата первой степени. Образцовый ансамбль классического танца «Золушка» на этот конкурс представлял четыре номера в двух номинациях. Я как руководитель представляла в номинации ансамбль, то есть массовые постановки, номера «Ария» и номер «Балет Дега». Инна Владимировна Филиппова, преподаватель ансамбля, выставляла номера в номинации «Малая форма», «Птички певчие» и «Вишенки». Эти номера готовились в течение полутора-двух лет, неоднократно обкатывались на сценах нашего города, района, принимали участие в конкурсах краевой столицы, в конкурсах блестящие дивертисменты. И как кульминация явился вот этот конкурс балетмейстеров, постановщиков. Участие в фестивальном движении позволяет коллективу показать себя, получить оценку своего творчества, сравнить себя и свои танцы с другими, приобрести художественный опыт и к тому же является стимулом к творчеству, как для руководителей, так и для участников. А организаторам фестивального движения дает возможность видеть направление и тенденции развития хореографии, дает возможность влиять и управлять этим движением, создавая почву для творческого развития потенциала. В конкурсе приняло участие более 50 коллективов. В общем итоге это 116 концертных номеров и 3 спектакля. Завершился конкурс с торжественной частью, вручение наград и галоконцерта. Из общего количества номеров в галоконцерте приняло участие 19 номеров от ансамбля «Золушка» это был номер балет ДГА. Завершился галоконцерт необычной формой, все балетмейстеры со своими учениками танцевали общий финал вместе с главным балетмейстером этого конкурса. Было очень весело. Хочется отметить работу именно вот этих учениц профкласса. Трое из этих девочек занимаются в школе и в ансамбле последний год. Это Наташа Алёхина, Настя Бояркина, Юлия Кин. Выражаем большую благодарность за подвижничество, за преданность искусству балета. Не отстают от них, конечно, в любви к танцу. И по мере вложения своих личных усилий ученицы профкласса Черикова Полина, Казанцева София, ученица седьмого класса Копичникова Василиса и выпускница нашего ансамбля Лобанова Анна. Огромное спасибо этим детям, большое спасибо их родителям за поддержку всемирную детей и за принятое участие в организации этих детей в поездке на конкурс. Классический танец, несмотря на трудность его освоения, привлекает юных танцовщиков своей красотой, изяществом и замечательной музыкой. Благодаря этому они приобщаются к великой культуре классического балета. Уважаемая Галина Викторовна и Инна Владимировна, вы делаете большое благородное дело в пропаганде искусства классического танца и выявлении талантливых детей. В них вы зажигаете искру увлеченности и энтузиазма. Желаем образцовому ансамблю классического танца «Золушка», новых побед, дальнейшей успешной реализации творческого потенциала. Субтитры создавал DimaTorzok